друзья всем привет всех приветствую доброй ночи доброго времени суток как обычно кружка чая фирменная прекрасные эфирные наши окна midnight loft онлайн с вами на связи сегодня у нас замечательный планируется диалог с замечательным участником лофт филармонии который дважды принимал участие в проекте и обе проектные даты что 30 августа 2018 года что 23 января 2020 года обе даты они были на самом деле такими знаковыми для проекта в первом случае в этот день мы открывали второй краудфандинг и было очень очень волнительно было непонятно выиграем или нет как вообще пойдут наши дела всем привет ребят второй раз это было не менее волнительно потому что проект впервые за свою четырехлетнюю историю принял решение запустить такой пробный шар и предложить своей аудитории не только камерные инструментальные составы которые включают своим составил свой состав фортепиано но и составы без как бы фортепиано без рояля то есть соответственно это был струнный квартет и наш гость сегодня это федор безносиков замечательный талантливый скрипач человек очень интересный многогранный собеседник вот и что самое главное музыкант который по-настоящему любит музыку много играет камерной музыки поэтому я уверена что диалог будет архи интересным и я вот для того чтобы вас не томить уже сейчас приглашу федю вот я уже вижу его запрос ребята как вас много и так приятно что вы смотрите поддерживаете супер-супер вот ну что ж начинаем поехали погнали здравствуйте с вами midnight loft онлайн и сегодня у меня в гостях алиса куприева вот привет супер ну хорошо давай я тогда расслабляю все все что есть чтобы расслабить вот замечательный чат задавай мне вопрос я готова давай первый вопрос ну так алиса здравствуй спасибо что согласилась принять участие в данном проекте скажи пожалуйста как вообще чем занимаешься на карантине о ты знаешь вот проект за проектом открываю такие просто супер рабочие условия как никогда мне так повезло меня не отвлекает ни улица не занятия с моим ансамбристом не какие-то там концерты лофт филармония тоже под замком все замечательно поле для креатива похожие ситуации дело в том что я стараюсь сказать приятно проводить время узнавать что-то новое жизни вокруг а себе вот в этот карантин не на самом деле одну из самых главных вещей которые я узнал это то что мне довольно комфортно находиться дома за весь период карантина за два месяца я на два раза вышел куда-то дальше чем магазин оба раза брал пропуск и оба раза мне это было очень нужно сделать потому что я занимался на скрипке я скрипач вот и у меня совсем стерся волос мне нужно было как-то заменить я договорился с мастером привез ему один раз волос и один раз забрал готовый смычок вот и собственно все остальное время практически я провел дома и было довольно комфортно федя только что сделал великое дело органы больше нас не отслеживают они только что вышли из сети потому что отчитался где ты был на самоизоляции да я знаю это вообще конечно я уже зачипирован мне в принципе даже отчитываться не надо а то есть вот так вот я робота да у нас рубрика появилась а скажи мне пожалуйста вот самоизоляция я понимаю что конечно с каждым днем это слово оно все более как бы нервно звучит из моих уст но все же вот это некая пауза которую нам обещали нет ли у тебя такого ощущения что это превратилось в маленькую жизнь да на самом деле есть такое ощущение я вообще даже не знаю как далеко вообще это еще зайдет потому что я буквально вчера прочитал что Сергей Савельев мэр москвы сообщил что москва еще долго будет находиться под ограничениями и если честно у меня тоже настроение менялось то есть первые там когда только начался карантин может первую неделю две я думал о том что ну понятно надо немножко посидеть через какое-то время мы опять вернемся к нашей обыденной жизни там через месяц полтора я уже понял что это будет только набирать обороты сейчас собственно пока это не собирается никак заканчиваться не знаю разрешат ли нам всем ходить на работу но я думаю что концерты там раньше сентября вообще массовые мероприятия ожидать сложно в москве думаю не будет ну да но поговаривают и позже на самом деле ты знаешь очень-очень разные мнения по этому поводу ну вот такой вот вопрос минуя как бы этот негатив потому что ну реально мы не знаем и никто не знает но вот все таки появилось интервью если не ошибаюсь уже достаточно давно на classical music news вот Денис Мацук там давал интервью и у него ему задали вопрос как вы считаете вот интерес к музыке да как таковой к массовым мероприятиям вот академического например крыла вырастет или наоборот упадет в связи с такой ситуацией вот я тебе этот вопрос тоже хочу задать все таки люди по-разному чувствуют ситуацию будут ли они боятся или все таки будут они как бы ну то есть их вот эта скука она пересилит то есть они скучают по нашим концертам они будут наоборот ходить с большей силы как ты считаешь? ну под интересом ты подразумеваешь именно поход на концерт то есть в живую ты знаешь я довольно оптимистично это смотрю мне кажется что если не будет никаких приказов сверху то есть приказ например что люди в зале не должны сидеть ближе чем на два с половиной метра тогда это будет создавать естественно очевидные сложности и людям самим тоже может быть будет неохота приходить на такие мероприятия но мне кажется что если вот в один момент скажут все все хорошо все проводите массовые мероприятия садитесь как угодно я думаю что в России это не будет останавливать практически никого я практически уверен что довольно быстро все залы будут заполняться мне кажется менталитет не знаю не то что русский а вообще человеческий менталитет такой что люди очень быстро привыкают ко всему и сейчас мы привыкли к тому что надо сидеть дома и уже даже ну как бы довольно комфортно все это воспринимаем ну да дома сидеть ага пропуск два раза ну да два раза в неделю я могу сходить в пропуск а в магазин только рядом да дальше уже нельзя и как бы это уже спокойно воспринимается и я думаю что как только скажут все пожалуйста стадионы концерты и я думаю что раз сходят два сходят и все и через неделю уже все залы будут забиты я практически в этом уверен может быть я не права ну это очень 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 позитивная оценка и ты знаешь мне радостно что ты так считаешь потому что я тоже как бы по своей натуре оптимист и мне хочется в это верить единственное что меня немножко смущает если сейчас это да более или менее быстро запустится еще можно такой сценарий как бы предположить а вот если будет не дай бог вторая волна вот конечно чем больше что затягивается тем меньше оптимизма конечно в этой истории но будем верить в лучшее кстати сегодня ты знаешь я слушала какой-то там новостной ролик я вот один раз в день решила чтобы не расстраивать себя и как бы не травмировать свою птичку вот ровно один раз в день слушать новости и вот сегодня сказали по поводу ну как наших коллег не коллег кинотеатры короче говоря якобы запускают и не июля причем так интересно они будут рассаживать людей там в каком-то шахматном порядке ну типа по соотношению 60 процентов зала они как бы там как-то сажают 40 процентов все с на пустые места ну их это устраивает все такое и вдруг говорят о новой опции вот которая меня очень как-то так удивила порадовала не знаю вот якобы сейчас на утверждение у мэра Москвы у Собянина находится это предложение предложение следующее проводить киносеансы под открытым воздухом в машинах то есть авто такие киносеансы как в Америке какие-то там ну да представляешь вообще я честно говоря ну я в шоке немножко потому что тема сама по себе ну не то что не новая но она интересная вот как бы ты отнесся к такому походу кинотеатру ты знаешь я бы может быть и рад был бы но у меня нет машины вот ну конечно можно такси заказать яндекс такси и тогда придется делить просмотр кино не только там со своими друзьями и женами и девушками но и с таксистом что может создать некоторые какие-то неудобства но в целом идея нормальная потому что в Америке это вообще столетнюю историю имеет там как только изобрели машину сразу появился значит и кино сразу решили совместить это и там безумно древние вот эти автомобильные кинотеатры и целая культура на этом построена вот может быть было бы интересно даже вот если бы можно на машинах было въезжать там в концертный зал Чайковского и там дико слушать какой-то моднейший концерт сидя в машинах вот тоже может быть было интересно да это следующая ступень мне кажется вот ты очень хорошо ты очень креативный ты хорошо подхватил мою эту идею вот просто буквально с языка снял слушай а вот по поводу в принципе вот киносеансов ну я так понимаю что в эпоху коронавируса в эпоху нашей самоизоляции уже все что вы хотели то есть как бы все вышлисты по фильмам они просто закрыты закрыты на долгое подозреваю или нет кинотеатры имеешь ввиду нет ну вот фильмы для вас вот вы с Аленой там что смотрите уже закончили свои кинопросы на самом деле мы какое-то время какое-то время мы смотрели фильмы потом какое-то время смотрели сериалы сейчас мы вообще уже ничего не смотрим потому что уже день сурка все это напоминает уже как даже процесс выбора фильма он какой-то очень сложный но вообще кино например для меня это важная вообще составляющая жизнь я очень люблю кино я вообще киноман страшный и поэтому вот в основном в основном смотрел какие-то сериалы то что не досмотрел то что смотрел ну и фильмы тоже да нет конечно смотрим а что еще делать по вечерам все смотрят я думаю ну вот я смотрю что на заднем плане у тебя такой нехилый интерьерчик такой красивый у тебя уголок вот и глаз цепляет что бы ты думал не яркие краски нет в глубине я вижу укулеле и даже по моему кусочек фортепиано я видела да вот я видела фортепиано вот например фортепиано да пианино смотри у меня вот вопрос ты себя в сети мы сейчас об этом отдельно поговорим проявил как мультиинструменталист вопрос когда мы увидим ролики когда ты сидишь играешь на фортепиано и на укулеле ну когда же дело в том что например укулеле это маленький инструмент мне тяжело на нем играть большие руки нет на укулеле например никогда не играл на рояле играю плохо вот и на фортепиано тоже соответственно это похожие инструменты вот у меня у меня есть гитара на которой я знаю три блатных аккорда и в принципе это подходит для некоторых барочных сочинений но все-таки мне кажется по стилю будет выбиваться данный инструмент вот особенно у меня на гитаре стоят железные и нейлоновые струны вот а для оборочной музыки как мы знаем нужны жильные струны вот и на гитаре не получится тоже себе подыгрывать поэтому я остался со скрипкой и с альтом вот собственно весь мой мультиинструментализм заключается в данных инструментах вот была бы волторна я бы сыграл что-нибудь на волторне потому что я ну немного могу играть на волторне вот действительно это правда я в колледже все время брал волторны у нас же волторнисты оставляли волторны прямо на подоконнике я спросил разрешение можно ли брать они сказали да можно брать я брал и собственно ну что-то умею вот но у меня нет волторны есть только скрипка и альт ну вот какое-то время я этим значит занимался что-то там играл вот но потом меня все больше поглотило обратно мое скрипичное естество мое оно поглотило меня и все больше и больше я начал играть на скрипке все меньше на ате и сейчас я практически из мультиинструменталиста стал просто инструменталистом опять вот Федя ну такая слезная история твой путь как бы от мультиинструменталки до опять такого как бы единого одно и единственное он был просто сквозь тернии к звездам да но ты понимаешь ты меня натолкнул на мысль что у вас дома у двух музыкантов столько вообще инструментов вы можете в самом деле полк музыкантов к себе набор да у нас еще арфы есть да ладно я только хотела сказать что вот получается понимаешь вот же что получается какая несправедливость вы должны использовать в полной мере вот эти вот акапельные зумовские окна и сыграть просто уже симфонию малера в конце концов потому что у вас дома есть получается скрипка альф укулеле ладно загнем палец так уж и быть пианино в конце концов флей а ну при этом я уже перечислила что там у вас еще есть гитара вот еще две арфы нет да десять арф двенадцать у нас есть специальная комната с арфами только арфы от таких размеров до таких вот и в принципе можно вот так стоять и издавать звуки просто размахивая руками вот да нет на самом деле я какое-то вот время записывал опять же говорю это потом я у меня было какое-то вдохновение еще что-то записать в основном это исходило от того что я хочу что-то учить новое что-то осваивать на самом деле это такой взаимовыгодный процесс ты что-то записываешь на самом деле ты сам себя мотивируешь что-то делать вот но что-то вот потом как-то не пошло дело в том что меня сильно ограничивает то что у меня нет велончели может быть было в велончели я бы еще что-то освоил потому что действительно когда записываешь там квартеты там актеты вот я записал один актет там надо было два голоса поставить на октаву вниз но на самом деле поскольку там кантиленные изложения там это не так выделяется например когда я пробовал записывать что-то более подвижное то там вот этот звук альта который спущен на октаву вниз как бы имитируя велончели он уже очень сильно выбивается по темпу по звуку и мне не нравился окончательный художественный вариант вот ты еще такой самокритик во всей этой истории а то как на заре самоизоляции когда люди еще даже не успели выспаться ты бессовестный показал как нужно работать понимаешь то есть ты не мог выйти видимо из этого режима понимаешь вот этого заведенного просто колеса короче говоря потрясающе что на запись посакали ну вот кроме шуток крепко альт замечательно спасибо как бы дуэтом этим нас зажег но когда ты выложил как бы мартынова во первых да то есть будем откровенны к нему у меня один из моих любимых композиторов да да вот сейчас мы подожди об этом поговорим но это для двух струнных квартетов то есть это вообще это на восемь окон и ты один с этим справляешься ну то есть конечно сам себе лучший ансамблист это понятно но как ты вообще это сделать как у тебя хватило терпения на это фит ну дело в том что например касательно пасакали было довольно непросто потому что это вообще первое произведение которое я сыграл на айте фактически то есть я что-то там пробовал пару раз но первая вещь которую я выучил прямо на айте вот я когда-то ее играл в дуэте с айтистом но вот чтобы на айте нет такого не было вот и я ее просто как бы выучил записал сначала на айте потом пытался на скрипте попасть в то что я записал на айте все более-менее сошлось а что касается мартынов на самом деле я достал ноты я себе распечатал это все делаю и заснул потому что была ночь вот я заснул потом когда настало утро я проснулся я на самом деле просто поставил из первого дубля записал каждый голос я вообще ничего не переписывал вообще вся запись актета меня заняла 40 минут я засел первый голос второй третий и просто отправился это все было как готово потому что не знаю я слишком много видимо слушал этой музыки как-то я пропитался уже этим мне было одно удовольствие играть на самом деле это правда вот конкретно мартынову было очень приятно играть даже с самим собой конечно хотелось бы это исполнить потом оффлайне ну вот но все впереди может быть ну ты знаешь да мне есть о чем подумать потому что я теперь думаю уже о более крупном составе ты понимаешь потому что знаешь федя мы же с тобой пообещали друг другу вообще не только друг другу что мы как бы будем реализовывать шестнадцать черт возьми квартетов бетховена ну вот дали слово значит все понимаешь придется либо по копыльных окнах либо в онлайн концертах либо я не знаю переписывать в конце концов пойти к квартетам с ними надо что-то делать ты понимаешь потому что можно просто взять записи готовые записи известных квартетов и пускать где-нибудь в ютубе например и в принципе все шестнадцать так довольно быстро можно провести нет ну это конечно хорошее решение ну понимаешь в каждой шутке есть доля шутки я бы все-таки хотела чтобы так сказать наша вот эта вот договоренность она в каком-то виде намекнуть конечно конечно с удовольствием конечно как только снимут карантин мы сразу все будем делать нет энергии накопилось очень много мне вот я естественно соскучился по сцене я думаю все соскучились по сцене при том что я как бы говорю о том что я люблю что мне нормально сидеть дома но на самом деле мне хочется конечно выйти на сцену уже что-то играть безусловно но понятно все испытывают одни и те же плюс-минус эмоции вот постараемся как бы себя сдержать еще держаться какое-то время слушай ну вот возвращаясь к мартынову просто любопытно ты знаешь я когда вышла знаменитая вот это вот наше интервью или сок от синаверсаладзе с в программе еще не поздно да с николаем солодовым я у меня черт дернул я решила посмотреть несколько его выпусков обнаружила что там в общем то есть интервью с музыкантами там Гидон Кремер там Леонид Десятников среди них был Владимир Мартынов ну ты конечно это видел или ты не смотрел эти интервью я смотрел ну довольно давно когда он вышел я прям сразу смотрел я помню вот как тебе вообще кажется вот ну если ты конечно помнишь как тебе вообще стиль этого интервьюера почему задает этот вопрос потому что ты знаешь недавно до два кошка когда-то обсуждали насколько у нас критические статьи со знаком плюс со знаком минус вообще плохо работают в России и волей-неволей я начала спросить а что вообще существует вот поняла что еще не поздно ну он как бы своеобразный но какую-то критику на мой взгляд он выдерживает вот ты как считаешь какие у тебя впечатления ты знаешь я не так что много смотрел его интервью я буквально по пальцам одной руки вот могу сказать что я смотрел какие-то интервью помню что было довольно интересное для меня интервью с группой Short Paris с солистом группы Short Paris потому что я о нем вообще ничего до этого не знал и никогда не слышал довольно было интересно послушать вот это интервью с Мартыновым опять же вот с Элисой Версаладзе по-моему потрясающее тоже интервью ну очень хорошее в крайней мере мне было интересно слушать вот не знаю что могу сказать он конечно ну занял какую-то свою нишу он берет интервью как бы вот деятелей культуры в основном я так понимаю вот ну я думаю просмотры говорят сами за себя нет в том-то и дело ты понимаешь мне это интересно с точки зрения того что человек в принципе не совсем из нашего мира потому что насколько я поняла он то ли он библиотекарь то ли он какой-то связан с литературой то есть конечно не так уж и далеко от музыки скажем честно но все равно это не наш вот вот такой вот узкий круг в котором мы привыкли вариться и было приятно что вот он работает на широкой аудитории как-то очень ну современно подходит к этому предмету и раскрывает личность музыкантов ну конечно не так как обычно постоянно пытается чем-то подловить за что-то там ущипну ты понимаешь о чем я говорю что да здесь вот не так здесь вот кто-то лучше а здесь вот ты неправильно ответил а здесь мы вообще твои слова переначали но вот поэтому я подумала что это здорово это классно и хорошо хорошо что если будут такие люди вообще как-то ну не знаю появляться на горизонте нет безусловно и главное что его уровень какой-то компенсации любителя позволяет ему абсолютно быть материале когда он берет интервью даже у профессиональных музыкантов то есть нельзя сказать что человек не понимает в чем он говорит естественно образованнейший человек да он очень он очень готовится это чувствуется ты знаешь что меня вот реально импонирует это то что как-то по-доброму все это выходит даже если где-то он ну не нужно говорить какую-то глупость где его поправляют музыканты да ну вынужденно в разговоре это не выглядит как-то ну с высока знаешь как тоже вот наш мир бывает сталкивается с интервьюерами которые там вчера только прочитали кто такой не знаю бах или битковин да безусловно да мне не кажется что он перетягивает идеал на себя то есть мне нравится то что он раскрывает гостя потому что вот например вот давно не смотрю интервью Дудя то есть когда он только появился я много смотрел вообще каждая ну как бы не все конечно с какими-то гостями я пропускал но в принципе было интересно что-то новое я думаю все смотрели да большинство но сейчас мне кажется что он делает там интересные работы то есть в виде документальных каких-то фильмов но сами интервью они довольно шаблонные стали то есть это либо очень комплементарное интервью когда видно что ему герой нравится и все интервью вот это просто какое-то восхищение или наоборот очень такой стык идет то есть какой-то герой который ему противен да в каком-то смысле который в противоположные взгляды содержит в себе и тогда это интервью просто такая борьба начинается вот пытается давить на гостя и прочее как бы все интервью они как-то вот у него пришли вот к этим двум форматам вот я помню последнее такое хорошее интервью у него которое я видел это с Роднянским с продюсером кинопродюсером Звягинцева и вообще таким одним из столпов современного российского кинематографа это было интересно интервью где вот как-то было меньше Дудя больше Роднянского и как-то было очень интересно вот потому что когда опять же мне кажется что ну ладно в общем Дудь молодец так ну да у него появилась какая-то конкуренция слава богу и то же самое вот ты сказала про Дудя я подумала про Познера потому что Познер мне первые несколько там интервью нравились потом я поняла что дело даже не в шаблонности вот у него позиция он начинает задавать вопросы своим гостям но на которые заведомо они не знают ответа ну в силу как бы своей деятельности знаешь то все равно что не знаю там у математика там ему не задать какой-нибудь вопрос там из сферы там я не знаю вагнеровских трактатов понимаешь он по любому не ответит да то есть засыпется ну зачем подчеркивать какие-то такие вещи они же просто понятные вот когда я поймала себя на этой мысли я перестала смотреть ну ничего будем надеяться что в нашей критике тоже что-то пойдет и поменяется к лучшему наконец-то вот сейчас или никогда потому что знаешь вот я даже подобные онлайновые окна я смотрю народ ведет ну у кого-то хорошо получается у кого-то не хорошо получается но мне кажется что формат очень живой и что самое главное вот для аудитории на мой взгляд когда нет концертов наконец-то своих героев своих артистов они могут видеть какой-то такой вот ну более расслабленной обстановке более такими домашними что ли и это очень притягивает как тебе нравится ну да это вообще интересно мне вообще нравится и то что вот у тебя в лофте то что музыканты говорят о том что они будут исполнять например да перед произведением мне вообще всегда это импонировало вот какие-то сочинения вообще увежден что необходимо просто необходимо говорить о том что сейчас прозвучит особенно это касается современной музыки потому что порог вхождения я имею ввиду не какой-то порог вхождения типа ты должен быть очень умный или культурный чтобы понять это а просто порог какой-то информации о том композиторе который это написал о том произведении какое он написал вот эту информацию иногда необходимо просто дать для того чтобы человек просто получил больше впечатлений и больше погрузился в то что он услышит и это применимо иногда и классической музыки не только современной я имею ввиду там музыки любого периода и вообще мне нравится когда музыканты контактируются с аудиторией мне всегда это импонировало я сам когда делал какие-то концерты даже свои я тоже старался говорить там что-то такое вот мне это нравится и поэтому такие диалоги очень хорошо получается да ты знаешь потому что мне кажется что не каждый вообще музыкант ну как бы он верит что ли в себя вот да ну как бы потому что каждый может рассказать на самом деле каждый знает, но почему-то многие стесняются. Вот хорошо, что у тебя нет такой проблемы, это классно. И вообще, ты сказала про современных композиторов, ведь, вот я не могу никак успокоиться, потому что мне тут, значит, по большой, по старой дружке, как говорится, прислали, тут тебя продали с Патрахами сонаты для скрипки полторацкого. Вот, и я обнаружила, понимаешь, для себя удивительную вещь, потому что влог недавно как раз звучали, ну, как уже давно, в марте, его «Принюди и фуги». Какая потрясающая музыка. Что же ты молчал? Соната для скрипки Ферцепиана полторацкого это замечательное произведение. Просто замечательное. Ну, конечно, ну, как-то я вот, я ходил, говорил по улице, но никого рядом не было, понимаешь? Я не молчал. Я сегодня, буквально сегодня ходил в магазин, я всю дорогу говорил об этой сонате вслух, но поскольку карантин, я еще в маске, звук плохо проходит, не слышно. Вот, на самом деле, нет, замечательная музыка, не знаю, ну, как-то вот, у меня даже какое-то время мое исполнение было у меня на странице в фейсбуке, так что, может быть, в каком-то смысле нельзя обвинять меня в том, что я молчал об этом. Но на самом деле я, когда получил ноту этой сонат, я просто практически сразу полюбил эту музыку. Она очень перекликается из шнитки, которого я люблю. Там, например, третья часть, Минуэт, это очень похоже на Минуэт из «Сюиты в старинном стиле» шнитки. Там есть каденция в четвертой части, которая вообще в духе шнитки написана. И есть замечательная вторая часть, джазовая, абсолютно свинговая, которую просто большое удовольствие играть. Я ее играл на государственном экзамене, Московской государственной консерватории по камерному ансамблю в аспирантуре. Я играл... Если ты помнишь, там заявляешь три произведения, и какие-то из них спрашивают. У меня была «Соната Бетховена», «Соната Полторацкая», «Соната Франка». Меня спросили Бетховена немножко, и я сыграл почти целиком «Сонату Полторацкую». И каждый раз огромное удовольствие играть. Очень здорово. Замечательная музыка. Я тоже нажала на кнопку «Сейф» у себя в голове и сохранила. Слушай, Федь, ты знаешь, на самом деле я очень рада, что ты играешь современных композиторов или каких-то авторов, которые, знаешь, редкие, откровенно. Потому что 20-й век Фокс, особенно вторая половина, 21-й век. Я вообще молчу в консерватории. Настолько редко. И ты знаешь, так хочется менять какую-то непонятно сложившуюся какую-то вот такую ситуацию. Потому что, ну, сколько можно «Три соната Бронса»? Ну, все их уже выживут. Сколько можно «Сонат Бетховена», какие бы гениальны они ни были. И за это тебе отдельное спасибо, что ты как бы, ну, тоже занимаешься такой популяризацией в известной степени этой музыки, что как бы ты не ленишься даже в этих окнах рассказать, насколько это здорово. Потому что я вот как-то пытаюсь агитировать тоже музыканта, что давайте вот будем отходить от этих шаблонов, потому что, ну, здорово же разнообразить нашу музыкальную жизнь. Иначе во что-то превращается. Ну, я согласен, в целом согласен, но, конечно, тут есть какие-то вещи, которые необходимо проговорить, потому что все-таки консерватор идет обучение. И, конечно, как бы на уроках по специальности, ну, я говорю сейчас о скрипачей, современный репертуар не всегда, так сказать, полезен. Он полезен, но в умеренных дозах, да, нельзя построить весь свой репертуар, пока ты учишься на основе какой-то современной музыки, современными техниками, потому что есть какие-то вещи, которые тебе может дать только классика и только романтический период, например, и даже музыка, там, первой половины 20 века, да, какие-то приемы, какие-то чисто технические вещи и образовательные в том числе. Вот, поэтому, конечно, может быть, недостаточно играют, но все-таки там есть студия новой музыки, которая занимается, как раз по-настоящему занимается популяризаторством, да, какой-то современной музыки. Вот, в камерном ансамбле я тоже все... Я вот, пока мы учились в литературе, мы играли, например, трио Станчинского. Это, конечно, не современная музыка, но это очень редко исполняемое трио. Вот, мы играли трио... Сейчас бы не наврать. По-моему, композитор Денисов, да, трио Денисова, замечательное тоже трио. Мы играли там на конкурсе у камерных ансамблей, даже заявляли. Вот, так что, конечно, было бы желание, но я ни разу не слышал отказ, например, когда я хотел сыграть что-то современное, и на скрипке, и в ансамбле от педагогов, наоборот, только поощрялось. Мне кажется, просто еще тут такое дело, что студенты в массе своей, как бы, не очень стремятся постигать современную музыку. Да, я их прекрасно могу понять. Дело в том, что я сам был такой, когда я приступил к селаторию, для меня вот что современная музыка, это было что-то такое настолько далекое, непонятное, дремучий вес просто. Вот, но разные люди и разные какие-то обстоятельства меня познакомили с разными людьми, которые для меня открыли просто какие-то вещи. Я уже где-то говорил в каком-то интервью, что, например, меня очень повлияло, я попал на несколько программ в Академию Старинной Музыки, она же Opus Cost, ансамбль Татьяны Тихонов и Гринденко, который занимается только барочной музыкой и только ультрасовременной. Это мне дало действительно настолько много информации и вообще заставило меня по-настоящему полюбить современную музыку. То есть я уже к тому времени не интересовался, но чтобы прям полюбить это дело, понять, насколько важно играть композиторов, которые прямо сейчас пишут, потому что когда-то такими же были все великие композиторы, которых мы знаем. Они все были чем-то современниками, и все когда-то их играли, и для всех это было в новинку. И то же самое происходит сейчас. Потому что вот такая позиция, что в этой современной музыке ой, это вообще сейчас там нечего вообще играть, это все вообще не звучит, что-то такое вот. Ну, так мы далеко не уедем. На мой взгляд, необходимо более с открытым как бы забралом к этому подходить и стараться понять и постичь, что хотел сказать автор. Все то же самое, что и вообще в любом репертуаре. Ты знаешь, вот тут нам писали комментарий, как раз Маша пишет, как дилетант ответственно заявляю, что уже невозможно на концертах слушать Баха, Бетховена, Брамса, 3Б. При всем уважении. Ну да, причем, как бы это пишет нам режиссер, то есть как бы человек, который тоже, в общем-то, в сфере культуры и искусства, девушка, которая постоянно посещает, просто постоянно посетит ловцую армонию и всегда просится на программы, где вот действительно 20 век, и тем жестче, тем лучше, по ее словам. Островинский, что-нибудь такое. То есть Островинского и поехали дальше. Нет, я согласен, что есть любители, но такая позиция тоже мне не близка. Я понимаю, что у человека есть свой вкус, и я рад, что вкус есть, это всегда хорошо. Но, конечно, Баха, Битховена, Брамса тоже должны звучать. Никто не говорит нам, что надо все свести, как футуристы, скинуть Пушкина с корабля и теперь забыть о том, что-то существовало. Никто никого не скидывает. Слушай, ну такие вершины скинуть просто невозможно. Просто я, честно говоря, вот как, наверное, нормальный любой музыкант, люблю соединение. Вот самое концептуальное, самое крутое. Вот такое прямо барокко-барокко, да, там, и Островсовременно, это как бы не новый абсолютно синтез, но насколько он действенный. Ну погружение прям по самое происходит на таких концертах. Ну лично для меня, не знаю. На мой взгляд, это вообще такое сочетание. Да, я говори. На мой взгляд, такое сочетание, оно обусловлено тем, что барочная музыка и современная музыка это преимущественно музыка идей, а не воплощения. И там, и там главенствует идея, и она воплощается в максимально яркой для этой идеи форме. потому что потом в течение времени там уже классицизм, романтизм, это уже идет такое наслоение красот, любования, страстей человеческих, эмоций, да, переживаний, и все это начинает бурлить уже совершенно другим, так сказать, соусом. Вот, но именно вот эти идеи главенствовали, там, если мы возьмем грегорианский хорал, это просто один голос, да, это просто идея, идея о том, что должно прозвучать. Это не какая-то музыка красивая, но она тоже может сшибать с ног абсолютно. Вот, и если мы возьмем современную музыку, это в первую очередь это музыка идей, и это, поэтому этот синтез так всегда работает, даже не все могут это понимать, но это работает на людей. Знаешь, вот я тебя так слушаю, ты так кайфуешь, так зажигаешь, и то, что я сказала в самом начале этого эфира, оно абсолютно воплощается, ты знаешь, очень приятно, очень приятно. И я должна вот раздражаться тебе задать вопрос, Федь, ну, знаешь, то, что мою душу очень всегда тревожит. Вот такая вот энергия, вот такое вот понимание, прекрасный игрок. Ты думал уже, что вот будет дальше? Вот намекну, как бы, многие музыканты там становятся за дирижерский пульт на каком-то этапе, многие там ударяются в преподавание, причем во всех его возможных ипостасях взращивают это молодое поколение, ну, а кто-то менеджерит проекты, то есть становится продюсером. Ну, уже я намекну, что здесь, конечно, я знаю, о чем пойдет речь, что ты уже одной ногой, как говорится, там, в этом продюсерстве. Ну, расскажи о своих опытах, расскажи о своих впечатлениях. Да нет, на самом деле, я думаю, что я как бы не единственный, кто пытается сделать какой-то симбиоз, как бы плыть по течению, одновременно это течение пытаться куда-то направить. Я думаю, большинство из нас как-то так существует. На самом деле, в первую очередь, я бы сказал, что я одной ногой уже преподавательский, потому что я с этого года преподаю ассистент в консерватории, да, даже есть люди, которыми я занимаюсь. Да, спасибо. Подожди, 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 расскажи, то есть это уже ассистент, уже все официально, уже студенты, уже все прям по-моему. Ну, я как бы почасовик, да, то есть не в штате, но, да, я преподаю как ассистент в консерватории Владимира Михайловича Иванова. Поздравляю. Спасибо. Я не знала, это просто потрясающе. Ты знаешь, я заметила, что на вашей, вот на оркестровом факультете, в частности у скрипачей, у вас такое обновление, у вас как-то так хорошо все происходит, а у нас вот нет. Обнуление. Ну, как бы, я думаю, что эти потоки контролировать невозможно. Какие-то года происходят, какие-то поколения смены тут происходят, тут уж, как само сложится. Вот. Ну, что касается дальнейших действий. То есть вот как бы ты сейчас занимаешься онлайн со студентами? И как? Ну, я занимался онлайн, да, через Zoom. Вот. Это немножко другой вид деятельности, чем заниматься вживую, соответственно. Первый раз было непросто, потому что не привык к звучанию в наушнике, не привык к тому, что ты не можешь сказать какие-то вещи, которые ты бы мог сказать вживую. Вот. Но со второго, третьего урока буквально, ты уже привыкаешь, у тебя уже голова сама фильтрует какие-то замечания, которые просто бесполезно занимаются по Zoom. Ну, это в основном касается каких-то технологий, да, каких-то постановочных вещей. Но все равно, как бы, а что еще делать? Надо как-то выходить из ситуации. Вот. А что касается дальнейшего, ну, вот как-то плывем, что-то делаем. вот. Вот. ну, чистое, как-то, человеческий, профессионально, вот тебе дирижерский пульт был когда-то интересен? Или... Да, на самом деле, с детства мне был интересен, но как бы, было много мыслей в каждый период, там, когда я поступил в колледж, когда я поступил в консерваторию, в каждом из этих периодах какое-то долгое время я об этом думал, даже предпринимал попытки занять этому. Вот. Но пока просто руки не дошли еще, Да нет, на самом деле, они, эти мысли всегда присутствовали в моей жизни, но уклон мной был сделан в исполнительство. Мне нравилось чувствовать музыку в руках здесь, когда она звучит здесь. Вот. И я как-то, ну, в это ударился, не стал гнаться за тремя-пятью зайцами. Может, прав, может, не прав. Никто не знает, как получилось бы, если бы что-то там происходило. Вот. Я считаю, как-то смотреть вперед и, ну, посмотрим. Не, ну, безусловно, всему свое время. Хорошо, а вот теперь вот эта продюсерская как бы составляющая. Ну, сейчас понятно, что как бы вы это делаете сообща, да, то есть я понимаю, что, ну, проект, о котором я говорю, это проект камерной музыки притяжения, который проходит в консерватории. Вот. Ну, я думаю, что наши все пассажиры в основном в курсе этого проекта. Но даже, может быть, ты хочешь об этом сказать, а может быть, на перспективу. Вот, если бы ты сам, например, делал уже там спустя многие-многие годы, какой бы это был формат? Была ли это тоже камерная музыка или это была бы какая-то, я не знаю, совещение разных жанров? Как бы это было? Ты знаешь, это очень интересный вопрос, потому что прямо так сходу на него тяжело ответить, что бы я делал через много лет, если бы мне дали, я так понимаю, какой-то карт-бланш, да, то есть какой-то проект. если бы ты просто понимал, что у тебя, смотри, как бы, да, с годами мы приобретаем новых знакомых, да и те знакомые и друзья, которые есть сейчас, это прекрасные музыканты, значит, прекрасные возможности, прекрасные программы и так далее, и так далее. Ну, вот у тебя появился бы какой-то концепт и была бы возможность реализовать фестиваль, серию концертов, проект, да неважно что. Такой бы жанр. Знаешь, я думаю, что, конечно, он был бы очень тесно связан с камерной музыкой, потому что я считаю, что, ну, лично для меня это вообще вершина классической музыки и вообще самая приятная, так сказать, история, на которой можно играть на скрипке, да, камерный ансамбль, это потрясающе. Вот, также мне очень нравятся эти синтезы различных искусств, в первую очередь из-за общения, из-за среды, потому что не так важен формат этого синтеза, как ситуация, при которой интересующийся искусством, вот я, например, очень люблю живопись, да, как бы я очень люблю литературу, мне всегда было интересно разговаривать с людьми данных профессий, тем более, если они горят своим делом, они увлечены, это всегда вдохновляет, не может вдохновлять, то есть не замыкаться только на музыкальные истории, вот, и мне нравится все, что связано вообще зачастую с какими-то круглосуточными форматами, мне очень нравится идея того, что на Дегринском фестивале были ночные концерты, мне очень нравится, что люди могут прийти, лечь там на надувную кровать или на пуфик сесть и всю ночь слушать какой-то адский минимализм, например, да, ну, лично меняет игре и душу, мне очень нравятся подобные такие идеи, поэтому я бы куда-то вот туда смотрел, ну, сложно предположить, чтобы это было бы конкретно, если бы я сел, там, как-нибудь подумал об этом, может быть, я бы мог тебе что-то более точное сказать. Ну, это очень интересно. Ты знаешь, вот здесь вот хорошо, раз синтез искусств, тогда я так подозреваю, что когда мы были расхлопнуты, скорее всего, ну, ты сказал, что ты любишь вот живопись, а вот современное искусство, какие-нибудь арт-кластеры с этими сумасшедшими выставками, там, перформансами, инсталляциями, ты такое посещаешь, ты такое жалуешь? Ты знаешь, не так часто, как хотелось бы, вот. Я стараюсь делать, что я много путешествую по работе, командировке, знаешь ли, вот, много путешествую и как бы стараюсь во всех городах таким значимым посещать какие-нибудь музеи, например, какой-нибудь дедушка из Германии, пенсионер, который ездит, я вот тоже иду в музей, вот, мне очень нравятся музеи современного искусства, я стараюсь, так сказать, посетить, вот, например, у меня какие-то картины висят дома, это все картины, которые я видел так или иначе вживую, которые произвели у меня вживую впечатление, то есть, не просто какие-то там для меня вещи, а тут у меня целая стена этих картин, стена Ван Гога, изначально это была, но теперь это не стена Ван Гога, это еще и стена Марка Шагала там и прочих авторов, это все картины, которые на меня произвели огромное впечатление, например, Джексон Коллок, это тут, он маленький, да, маленький плакат, а это было в Нью-Йоркском музее современного искусства, когда туда заходишь, эта картина, примерно там 3 на 10 метров, это огромная стена, и ты вот просто заворачиваешь за угол, видишь это, и тебя сшибает, то есть, понимаешь, говорить о том, что это просто каляка-маляка, на которую там Джексон Коллок выливал холсты, значит, с краской, там, к банке, выплеснул, это не совсем так, это производит глубокое впечатление, чисто как эмоциональный выплеск, тебя просто сшибает, когда ты видишь это вживую в том формате, в котором это задумано, вот, я не так много посещаю, если ты имеешь в виду всякие гаражи там и прочие, гаражи, имею в виду не гаражи, за домом, их я только в детстве посещал, вот, а какие-то модные для тебя места, они не так часто там бывают. Ну, ты знаешь, я не знаю, что все гаражи не имеются в спокойное время, просто, ну, вот, обязана порекомендовать, потому что, вот, на винзаводе бывают очень любопытные выставки, наверное, все хард-классеры, которые существуют в Москве, а их уже сейчас больше 15, а их там в районе 20. Да, очень много, да. Да, винзавод прям, вот, выгодно выделяется, потому что, ну, вот, когда не приедешь туда, практически, во-первых, они все бесплатные, все такие социальные проекты, но это не та ситуация, когда бесплатно, значит, плохо, да, наоборот, то есть ты заходишь и ты просто обалдеваешь, насколько это круто сделано, какие классные социальные проекты они запустили, и везде такие интересные концепты. Конечно, иногда бывают и, ну, агрессивные какие-то вещи, не для всех, ну, как в музыке, знаешь, тоже не знаю, я бывал, я один раз был на выставке тюремных наколок, вот, было, ну, я совершенно случайно попал туда, выставку тюремных наколок, там вообще, там было миллион, миллиард людей, наверное, потому что там можно было прийти и бесплатно у тату-мастеров себе набить какую-нибудь наколку, например, вот, из ряда выставленных в музее, вот, туда набилось очень много людей. Сколько у тебя уже наколок? 67 штук, 67 татуировок, вот, следующий вопрос. Да, нет, на самом деле, я, конечно, не сделал себе наколку, наколочку, но я посмотрел на все, это было довольно занятно, скажем так, вот. Ты знаешь, меня так же... Вообще, извини, извини, вот ты сказала, хотелось дополнить, ты сказала про то, что бесплатное посещение в винзаводе, это вообще такая отдельная история, дело в том, что в России в музее ходить это огромная головная боль, вообще везде это какие-то отвратительные организованы, какие-то бесконечные очереди, например, даже если очереди нет, ты всегда покупаешь этот билет, и потом вот я, например, часто сталкиваюсь с такой ситуацией, я прихожу со скрипкой, там, еще с чем-то, у меня просто начинают эти консьержки местные, значит, ругаться на меня, сними скрипку, отнеси в гардероб, в руках нельзя носить, сюда не смотри, сюда не дуй, там, картины дорогие, вот, это все превращает поход, например, даже в какой-то обычный художественный музей, типа там, Пушкин или новое здание Пушкина с этими пенсионистами, вот я помню, там это была целая история, потому что там еще лифт не работал, и мне с четвертого этажа, когда мне уже окончательно все консьержки догнали, они меня так окружили, то есть я не мог вообще выйти, фактически вот, куда не посмотришь, везде бабушка с очень суровым лицом, мне пришлось вот в этом кольце просто спуститься до первого этажа, по ступенькам, сдать эту скрипку, все-таки, да, и потом опять уже подняться, ну, уже свободно, да, вот, вот, и, например, вот, в Англии, в музее национальной галерии, это меня больше все поразило, ты просто открываешь дверь в музей и заходишь в нее, и все, вообще все, это государственный музей, и все, вообще все, ничего не надо делать, ни билет покупать, ничего, ты просто зашел, и ты не видишь вообще никого, тебе никто не подходит, потому что все люди понимают, что ты сюда, ну, если уж ты пришел сюда что-то украсть или испортить, то ты, ну, законченный идиот, с тобой, в принципе, нельзя иметь дело, тебя просто арестуют и поставят надолго, и все, какие-то полотно, ну, смотря, как ты успеешь там уничтожить, ну, как-то восстановят, или там покручинятся над этим, но, как бы, вот эта история, когда ты просто зашел в музей, как магазин, да, то есть, и ты можешь поглощать это, она, конечно, освобождает. То же самое касается Метрополитон-музея в Нью-Йорке, ты можешь заплатить за билет столько, сколько хочешь, а можешь не платить. Ты можешь просто зайти, можешь просто зайти, То есть, как бы, донейшн создать. Да, я понял, что это работает, я понял, что это работает, я встал в очередь, хотел заплатить 2 доллара, вот, и передо мной человек заплатил 10, и когда я дошел, мне стало стыдно, я заплатил 5. Это работает. Да, слушай, это работает, это надо, короче, заменять с нашей аудиторией, причем на всех, как бы, уровнях краудфандинга, если ты понимаешь, о чем я. Вот. Это была скрытая реклама. Федь, ты знаешь, я просто хотела сказать, что у меня был очень хороший поход, вот, в тему твоему, такому пламенной речи, в Пушкинском музее, как раз вот, там, где выставки проходят, там, где импрессионисты, была, как же это выставка, выставка называлась Афишемания, вот, и там были выставлены афиши начала века, а я просто по теме рекламы загоняюсь невероятно, то есть, мне настолько нравятся эти вот рукотворные, рукописные, как там они вот в единственном экземпляре, это вырезали, там, выпиливали, строгали, боже, потрясающе. Вот, ты не ходил, случайно, не был на этой выставке? На этой выставке нет, но вообще, я очень люблю советский плакат, я был на выставке в Санкт-Петербурге советских плакатов, это вообще замечательно просто. О боже, просто потрясающе, вот эти вот плакаты абсолютно разного, разной тематики, вот, там многие впечатляли, из того, что я запомнил, это космонавт, зрительно похожий на Гагарина, который летит над крестами и написано, Бога нет, вот, такой был советский плакат, типа, вот он прилетел, посмотрел и сказал об этом, вообще, такой, с ума сойти, слушай, а вот как-то удается тебе вырваться нашу Третьяковочку на Крымском валу, которую я защищаю среди своих друзей, не все друзья мои любят ее. Ты знаешь, мы там играли концерт на работе, вот это, к сожалению, единственный раз, который там был. так что, может быть, ты сейчас на меня просто... Настоятельно советую пойти. Нет, там вообще очень, там очень прикольно, и там я даже походил, посмотрел, естественно, очень интересно, там был зал, зал Кандинского, замечательный, очень было интересно, но так как ты... Хотя это не так далеко от меня, почему-то я еще вот не дошли, мои руки, я несколько раз, мы вот с Аленкой хотели там попасть на какие-то выставки конкретные, но почему-то руки не дошли, и главное, что ноги не дошли, потому что руки-то не обязательно, если мы идем в музей. Но ноги не дошли. Ну, я вам рекомендую и желаю как можно быстрее попасть туда, потому что, ребят, это впечатление просто хватит надолго, и одного раза явно мало, хотя эта Третьяковка не такая, конечно, большая, как оригинальная, скажем так, традиционная Третьяковская галерея, но, тем не менее, она очень-очень любопытная. Православная. Ну да, как бы всея Руси, я ее называю, а та всея Советского Союза. Слава Богу, что нас не слышат, не слышат люди, которым это может не понравиться. Да. Федь, а вот по поводу литературы, раз ты уже так затронул эту тему, ну, я просто обязана спросить, что же ты там такого читаешь? А ну, давай, раскрывай карты. На карантине? Ну да. Ты сказала, люблю литературу. В карантине я не прочитал фактически ничего. Так, неплохо. Ну, дальше. Вот, на самом деле, я прочитал одну книгу, но сейчас не буду об этом рассказывать. Вот, но в целом литературу я люблю, может, это прозвучит сейчас парадоксально, но я люблю русскую литературу. Вот, потому что я русский. Ты знаешь, я вот другого таких не ожидала, потому что я люблю больше зарубежную литературу, но это не для русских сейчас, не для пресса было сказано, не важно. Вот, я люблю русскую литературу, люблю русский язык, но при этом мои самые любимые книги, они написаны не на русском языке и прочитаны мной в переводе. Вот, вот всем рекомендую, например, Германа Гесса очень часто любят брать в книгу «Игра в бисер», читают ее, читают, продираются, и когда заканчивают, навсегда закрывают для себя тему Германа Гесса, потому что самое значимое произведение прочитано и прочитано с трудом, как и правило, потому что очень тяжело пробиваться через Гесса и через игру «Игра в бисер» если ее читаешь. И это первое, что читаешь у Гесса. Я рекомендую всем начинать с самого гениального произведения Германа Гесса – это Сид Хартха. Потрясающая книжка, ее можно прочесть прямо сейчас на карантине, она там 150, кажется, страниц. Вот, замечательное, потрясающее проникновение в восточную духовную идеологию, вообще в восточные все эти дела, в частности, в индийские. Для меня это очень интересно было всегда. Я эту книжку много раз перечитывал, каждый раз она читается по-новому. Вот, это замечательное, абсолютно выверенное произведение, в котором практически нет ни одного лишнего слова. Потом уже можно начинать читать что-то типа «Степного волка», тоже замечательная книжка, и потом только переходить к Гребу Брисеру, и тогда ты получишь максимум просто впечатлений. Вот, это вообще «Ситхартка» является одной из моих самых любимых книг, наряду, наверное, с «Паралимиральным гнездом кукушки», вот, ну и с Достоевским, с Толстым, очень люблю «Воскресенье», очень люблю Толстого. Вот. Ну вот, я тебе скажу, я больше люблю Достоевского, вот, и на этом мы можем тему, конечно, закрывать, потому что это война миров начинается в этот такой неожиданный момент. Я, конечно, я Федор Михайлович, Достоевского. Действительно. Вот, так что нет, Достоевского, конечно, я тоже очень люблю. Да. Федор Михайлович, теперь я к тебе так и буду обращаться весь последующий. Прекрасно, прекрасно. Тебе нравится, когда ты немножко стоишь на пьедестале, я знаю, это всем нравится. Короче говоря, смотри, вообще такое, в какой момент самоизоляции все-таки вот немножко душа дрогнула, как бы все мы музыканты тонкие натура, и все-таки вот начали немножко так изучать к секрете друг от друга соленые конспирологические теории захвата мира. Все-таки был такой эпизод у вас дома? Ты знаешь, это не обошло, конечно, стороной никого из нас, потому что этого стало в какой-то момент так много, потому что на карантине потребление контента возрастает в разы, я думаю, всех, да, и каждый раз, ну, у тех, может быть, кто живет на природе, это в меньшей степени выражено. Мне хочется так, по крайней мере, думать, потому что если бы я жил на природе и мог каждый день ходить по лужайке, например, и собирать яблоки соседские в саду, в свою корзину, нести домой бесплатно, вот, то, может быть, я бы и не потреблял так много этого, но когда ты смотришь какой-нибудь там YouTube или читаешь какой-нибудь Facebook, то нередко наталкиваешься на подобные конспирологические вещи. Вот, отношения у меня сугубо... Не буду спрашивать, потому что это опасно просто для онлайна. Вот, ты мне скажи, как бы, все-таки мы доживем до конца 20-го года или нет, самое главное? Я ответственно заявляю, что мы доживем до конца 20-го года. Можете ставить деньги, потом проценты. Вот, это 100% случится, вот, я всех заверяю. Понятно. А как ты считаешь, что вот просто такой натуральный вопрос, вот, в начале онлайн уже заявил, что ты робот, как бы, ну, то есть мы так просто это вывели каким-то образом. Сколько, какой процент роботов живет среди нас? Знаешь, очень сложный вопрос. Дело в том, что еще никто не занимался точным подсчетом, но я думаю, есть люди, которые в этом взбираются. Я, к сожалению, тут без комментариев, мне нечего сказать по этой теме. Ну, ты мне просто скажи, как бы, ты кого-то подозревал из своего окружения? Потому что, на самом деле, каждый подозревает кого-то. то есть так просто построена жизнь, ты же начинаешь задумываться и думаешь, а вот этот чувак, действительно, он был всю жизнь какой-то странный, он так много работал, он вообще не спалки не ел. Не, на самом деле, я когда приехал как-то раз на конкурс в Китай, один раз, я в какой-то момент почувствовал, что я нахожусь среди роботов, потому что они на конкурсе там сидели и занимались просто, вот мне кажется, я просыпался, я уже слышал музыку, я засыпал, и во сне я тоже слышал, как они занимаются. То есть, такое ощущение, что люди сделали это просто круглосуточно. Вероятно. Вот, тогда я впервые задумался о данной теории. Да нет, на самом деле, шутки все. Трудолюбивые, целеустремленные люди, трудолюбивые, целеустремленные нации, безумно талантливые, как бы к ней никто не относился. Кто-то считает, что, например, азиатские силы исполнения это сугубо техника, там никакой души. Я, например, так не считаю. Я считаю, что среди них огромное количество очень талантливых музыкантов и талантливых вообще, вообще по-настоящему талантливые люди. Нет, слушай, это война стереотипов, потому что, если он что-то про русского сказать, и бабушка, понимаешь, и балалайка. И все правда. Это все правда, конечно, но не вся. Вот в чем проблема. Ну да, поэтому я считаю, что как бы люди есть люди, но национальность это как бы такое дело. Ну китайцы, ну у них там есть какие-то определенные свои фишки, но и у русских есть. Ну у каждого есть, у каждой страны. В общем, понятно. Слушай, Федь, а вот все-таки в вашем небольшом таком коллективе из двух человек позволю заметить, кто является тренером ежедневного фитнеса. Вот меня эта тема очень тревожит, потому что все же мечтают не выкатиться с карантина, все-таки как бы выйти. Кто кого тренирует? Да. Смотри, как обстоят дела. К нам каждый день приходит фитнес-тренер. Вот, подъем в 7.30 утра. И мы начинаем с фитнес-тренером тягать железо. Вот, когда нет железа, мы просто начинаем тягать руки. Вот, и вообще, как бы занимаемся фитнесом, в 7.30 утра начинаем, и где-то ближе к 20.00, к 8.00 вечера мы заканчиваем. Вся жизнь это фитнес на карантине. Да нет, на самом деле, что можно сказать-то? Да нет никакого фитнеса, что я вам правде сказать. Его просто нет. Серьезно? Вот, наоборот. 30 годам развалитесь уже, хоть приседайте для приличия, давайте приседать вместе, будем друг друга мотивировать. Я вам буду звонить. То есть мне осталось три года до того, как я полностью развалюсь. Вот так вот. А я пообещал, что мы все доживем до конца 20-го, а ты не хочешь мне немножко капли оптимизма дать. Я уже прям представил эту картину, как я просыпаюсь, мне приходит плакат «С днем рождения Федя!» 30 юбилей, а я просто не могу собраться. Ой, развален. Вот. Да нет, на самом деле, ну... Ты понимаешь, я боюсь, что если в самый ответственный момент как бы нужно все еще приседать, а вы уже не сможете, понимаешь, как же так? Давайте буду звонить. Фитнес онлайн. Фитнес онлайн. Нет, я небольшой любитель спорта вообще. Вот. Ну, к сожалению, так вышло. Ну, когда-то я очень любил бегать в футбол, еще что-то, но с годами почему-то стало все меньше. Нет, пару раз, конечно, ну, получается, два месяца прошло, раз в месяц мы занимались какой-то зарядкой. Вот. И, в принципе, ну, это достаточно. 12 раз в год заниматься зарядкой это вообще достаточно для взрослых людей, считаю, которые играют на музыкальных инструментах. Вот смотри, меня тут подбивает. Нет, фитнес и зум. Да, нормально, отлично. Алис, если серьезно, конечно, ты абсолютно права, просто не всегда хватает какого-то желания и мотивации что-то делать, а так ты абсолютно права, конечно. Нет, у меня было пару раз, я выходил из дома и ходил просто, просто ходил. Я не очень хотел бегать, я не люблю бегать. Я быстро устаю, мне не нравится бегать. Мне нравится быстро ходить. Я вообще очень быстро хожу по жизни. Вот. Практически некоторые так бегают, как я хожу. так быстро я хожу. Вот. Но я вот выходил и ходил по кругу, потому что 100 метров можно ходить. Я взял круг примерно там, не вокруг дома, конечно, но там метров 300, да, и я 300 вот этих метров по кругу ходил в течение нескольких часов. Вот. Конкретно час 0,5 минут. Вот. Получается почти 2 часа. Ну, если так добавить 55 минут, вот, которые я не отходил. Вот. И я просто ходил в быстром темпе, слушал какую-нибудь, я вышел, хотел послушать какую-то симфонию, Майлера, которая займет все время, да, но я в итоге слушал дурацкую музыку какую-то, вот и все. Понятно. Ну, ты знаешь, сейчас бы не каждый сознался, что он слушал дурацкую музыку. Ты молодец. Я вот, я ценю тебя за счет. Нет, я... Просто понимаешь? Нет, музыка... Смотри, в чем дело. Мы можем организовать. Я понимаю, что мотивации никому не хватает. Мне тоже не хватает в этом. Поэтому как бы будем держаться друг за друга, да. Вот как вы там звоните в фейсбуковских окнах, друг друга поддерживать. У нас будут такие же окна, только другой поддержки. Все уже в спортивных штанах. Вот. Все уже с чашкой кофе. Коврики приготовили. И я такая считаю, раз, два, то есть я считаю до 50-ти, все приседают. А я просто в офлайн и в это время лежу в постели. Меня такой режим устраивает. И как бы 4 группы. 8 утра, 10 утра, 12 дня, а потом уже в Midnight Loft Online сразу тоже начинаем приседать. И для того, чтобы размяться перед эфиром. Как тебе? Слушай, я не очень понял, ты сказал, все в спортивных штанах и с кружкой кофе. Мне кажется, с кружкой кофе не очень удобно заниматься фитнесом. Потому что когда ты приседаешь, кофе выплескивается. Потом убирать опять это все. Но не очень удобно. Может быть, что-то еще доработать в твоей концепции. Вот. И, может быть, или убрать спортивные штаны и приседания, или убрать кружку кофе. Я за первое. Я так избавляю тебя, не сомневалась. Ну, ладно. Слушай, как бы, ну, нет так нет. На нет и суда нет, как говорится. Все. Один раз предложила, ладно. Один раз опозорилась, но ничего не зашло. Я переживу. Федь, а вот такой вот момент, что как бы фэшн никуда не делась вообще из нашей жизни, если так подумать. Мы никуда не ходим. Но все-таки хоть куда-то. До мусорного бака и в магазин. Вот интернет, говорят, не врет. То, что я видела, вашу модную фоточку, вы такие в масочках, такие все там, ух-ух-ух. У вас это соленкое лук, когда вы там идете выбрасывать мусор? Или когда вы идете целых сто метров в магазин? То есть у вас как бы это разные такие фэшн-луки? Ты знаешь, ни фэшн-лук, ни фэшн-чеснок и ни прочие вот эти вот все вещи, они никак не, они на самом деле не заботят меня, по правде сказать. Мы просто надеваем первый попавшийся и идем. Просто у нас тканевые маски, которые шила Алена, они просто сами по себе выглядят круто. Как бы верхняя одежда, она просто верхняя одежда. А то, что под верхней одежде, ты не видишь же, когда смотришь на эти фотографии. А там абсолютно полный раздрай домашний. Вот. Ну вот ты так вот взял и все как бы нам раскрыл. Ну ладно, мы тогда ждем от вас. А я, да, за правду. Мы за правду. Да нет, на самом деле, нет, конечно, мы не думаем об этом. Мы просто, просто ходим в магазин. Просто теперь надо носить маски и... А у вас не было, шальной мысли у вас не было переехать куда-нибудь на дачку, там кому-нибудь попроситься из друзей, сбежать из города, короче. Вот. Дело в том, что я музыкант, и друзья у меня тоже музыканты. Поэтому своими дачами еще никто не обжился. Просить-то почти некого. Есть те, конечно, которым достались по, так сказать, наследству, или тех, кого пустили пожить. Вот, но... Мы знаем, о ком идет речь, мы знаем-знаем. Ну-ну-ну. Сейчас он... Да нет. Он нас позовет. Да нет, на самом деле... На самом деле... На самом деле ты подумаешь над этим... На самом деле сейчас очень... 24 секунды. Федя, мы перескакиваем в другой окно. Да, ты пока подумаешь. И тот человек, который нас не позвал, тоже сейчас подумает. Дорогие друзья, перескакиваем в другое окно и продолжаем еще немножко болтать. Федя, ты не устал еще? Нет, конечно. А тут надо в другое окно зайти, да? Опять к тебе, получается? Да, 9, 8, 7... Да, все так же. Все, вырубаемся, ребят. Мы вернулись, ребят. Самое нетерпеливое уже успели написать. А знаете почему? Потому что IGTV подгружается немножко. Если как бы выйти в эфир чуть раньше, то IGTV не подгрузится просто. Оно не сохранится. Тогда мы потеряем первую часть эфира. Поэтому, поэтому нужно было, чтобы вы немножко подождали. И вот я вернулась. И сейчас мы обратно вернем нашего Федю. Сейчас, сейчас все будет. В эфир кричат они мне на капсулоке. Вот он еще. Федь, ну скандал. Не успела я запостить IGTV, ты понимаешь, на меня кричат, ты куда пропала, ты вообще беззельничаешь. Нет, на меня никто не кричит. Здесь полная тишина. Никто не кричит. Ну, отлично, да. Так вот, как бы говоря, так сказать, о наших продолжениях, челленджишь. Вообще, что там с дачами? То есть мы уже разобрались. На дачу не поедем, короче, будем здесь, здесь на карантин. Дело в том, что очень многие люди вообще сейчас болезненно относятся к любым перемещениям по городу. Я знаю точно, что вот даже когда я ездил там отдавать смычок, я понимал, что какие-то люди мне писали, о, там, вышел на улицу, там еще кто-то. Потому что мы там встретились с людьми тоже. Кто-то выложил какую-то фотографию. Сейчас вообще сложно, потому что угадать настроение действительно людей тяжело. Кто-то нормальный, кто-то более, как бы, нервный. Я могу сказать, что я вот один раз был в центре Москвы за этот карантин, и там вообще никаких людей не было. Это было не так давно. Там было просто, просто пусто. Вот. Если ты не заходишь в магазин, ты вообще не контактируешь с людьми, и как бы, хотя вот у меня, у меня, например, из окна, смотрели тут Ленинский проспект, там просто круглосуточно пробки. С утра до вечера здесь пробки из машин, люди куда-то едут. Вот. Ну, вроде нам говорят, что работы нет, ничего нет, но люди куда-то едут все время. На дачу, наверное. Знаешь, вот я тоже, я тоже наблюдаю то же самое, хотя вот, ну, когда я выхожу в магазин, если какой-то трафик я вижу, ну, людей мало на улицах, но транспорт, даже я заглядываю как бы автобусов, там, я не знаю, трамваев, просто вот по приколу считаю, пытаюсь посчитать, сколько людей едет. Ну, понятно, что их немного, но они есть. Машины, машин много. Вот что бы ни происходило. Ну, видимо, личный транспорт, видимо, куда-то. Наверное, беспилотники, вот, и беспилотная система Илона Маск уже работает тут. Люди пускают свою машину просто в магазин, а она возвращается с продуктами. Думаю, как-то так стоит. Бюджетная версия, да, как бы умный дом, такое продолжение, умная машина. А, слушай, вот опять же к тому, что вы вдвоем, но на этот раз не физра, потому что с физрой я поняла, что все плохо. Языки. В каком смысле? Да в прямом. Вот сколько языков ты знаешь? Ты знаешь, если говорить чисто название, типа, я знаю, что есть японский язык, я знаю, что есть китайский язык, то так я очень много знаю. Практически вот сколько их существует, столько я и знаю. Если говорить... Подойдет афоризм, то, что, типа, я совершенно непринужденно и профессиональным образом молчу на семи языках. Вот запомни, афоризм тебе подходит. Да. Ну, так я довольно свободно говорю на английском. Свободно в том смысле, что я могу разговаривать, как бы, я не думаю на русском в этот момент, я думаю на английском. Я просто переключаюсь, и на профессиональную тему у меня даже был опыт лайф-перевода с английского на русский. Вот. Это было в Китае, кстати, на конкурсе. Там как бы были мастер-классы, которые давали члены жюри. И там был Лин Харл, который, к сожалению, недавно скончался. Гениальный лунчалист. Вот. Замечательный человек, очень такой доброй души. Он давал мастер-класс, в том числе давал мастер-класс. Там на конкурсе была Нелли Циннон, супруга Николая Циннона. Мои хорошие друзья, они оба. Да. Вот. И она тогда еще не владела английским языком. Это было довольно давно. И я сидел вот на сцене, и пока говорил Лин Харл, и это переводили на на китайский для аудитории. Вот. То я переводил на русский. И как бы, ну, в принципе, моего умения говорить на английском достаточно для моей профессиональной среды. Я не прочитаю в оригинале Шекспира. Вот. А если и прочитаю, то практически ничего не пойму. Только если читал это на русском. Вот. Но так, чтобы свободно читать, и какие-то фильмы я могу смотреть, я довольно активно смотрю там английскую, ну, на английском языке блогосферу, YouTube-каналы какие-то, еще что-то такое. То есть я спокойно это воспринимаю. Вот. Но дело в том, что я никогда не учил английский язык. Именно так, чтобы у меня не было уроков. Ну, то есть, если не считать, конечно, уроки в консерватории и уроки в колледже, которые практически ничем не отличаются, просто урок, на который все приходят, и какое-то происходит действие, где кто-то что-то говорит, кто-то кого-то поправляет, и вообще ты уходишь и не понимаешь, вообще, что это сейчас было, да, полтора часа. Ну, это же правда. Вот. То есть на уроках английского в основном сидит. Да, это правда. Но, понимаешь, Федя, у меня такой просто вопрос, я почему так улыбаюсь? Я думаю, ну что, сама жизнь тебя научила, или что, напрашиваешь? Это буквально так, да, я играл в компьютерные игры в какой-то период, когда я там учился в колледже, играл в компьютерные игры в онлайн какие-то, где надо было социально контактировать с людьми, не только говорящими на русском языке. Подожди, а компьютерные игры, это что, вот это опять ваше FIFA, вот это знаменитое, или что там, подожди? Нет, в FIFA я, конечно, нет, это были какие-то другие, другие, да, вещи. В FIFA я сейчас могу иногда поиграть, когда к кому-нибудь прихожу. То есть руки-то помнят, но сам я давно дома не играю, у меня нет ни приставки, ни компьютер мой, это какой-то доисторический ноутбук, которым что-то можно напечатать, и когда ты жмешь сохранить файл, ты можешь, в принципе, ложиться спать, и с утра ты просыпаешься, и там осталось еще 2%, и вот он готов, вот. Поэтому так только иногда прихожу и что-то могу сделать. Вот, ну как-то вот в процессе разговора, то есть есть же такая вообще теория о том, что язык надо учить так же, как ты учил свой родной язык. То есть сначала учишься нам говорить, а потом осваиваешь грамматику. Вот у меня была примерно похожая история, только я не освоил грамматику. Вот. Я просто говорю, иногда говорю не очень грамотно, но меня всегда понимают, главное, что я всех понимаю, и все нормально, вот. Что касается... Что касается того языка, который я действительно учил, я с детства учил французский язык. Моя мама очень любила французский язык, вообще французскую культуру и французское кино, и я... Вообще-то вот было принято решение, что мы будем учить французский язык. Я его учил, я не знаю, лет 8, наверное. Вот. Но настолько мне не нравилось. Ну, то есть язык, это же еще очень такая личностная история. Вот не подходил мне, по моему психотипу, почему-то французский... Все такое какое-то скукоженное ощущение во рту. И мне как-то не нравилась вообще вот эта история. Ну, не знаю, это я так шучу, конечно. Но просто у меня в детстве, вот меня заставляли это учить, и у меня выработалась какая-то антипатия к французскому языку, при том, что сейчас я понимаю, что это безумно красивый язык, и как жаль, что я его просто забыл. Просто вот я пошел в колледж, у меня перестали быть уроки французского языка. Я его просто забыл. Прошло уже сколько? Ну, уже много лет, больше 10 лет. Я не говорю на французском языке. Хотя на тот момент, когда я учил в 8 лет, я довольно свободно читал любую информацию. У меня не было практики разговорной, только со своим учителем. Я читал даже какие-то отрывки текстов в таких литературе французской. Я мог читать, да. Но, к сожалению, это все кануло в чертоге разума. В лету вот туда все это кануло. Вот, очень жаль. Я и сейчас могу там открыть «Войну и мир» и прочитать текст без ошибок как бы на французском языке. Но я уже ничего не пойму. Ну, ты знаешь, Федор Михайлович, я только хотела блеснуть по «Орле французском» и «Сова», а я так поняла, что можно не напрягаться. Комси-комса, например. Вот комси-комса, вот именно, понимаешь? Вот я так хотела блеснуть. Понимаешь, дело в том, что у меня такая же история. Был момент в моей жизни, когда было одновременно 4 языка, и один из них был французский. Когда я учила в школе, ну, я еще была маленькая, господи Иисусе, немецкий мне нравился, английский легко, там еще был русский, украинский, там мы только начали учить испанский в этот момент. И вот французский, ну, вот прямо как ты описал, прямо здесь уже на кончике, действительно ужасно. Все, вот куча букв, один звук, разные, значит, слова, разные значения, миллион каких-то падежей, да, ну, в топку. Вот, понимаешь, только вот у тебя произошел апгрейд, то есть какое-то сожаление. У меня сожаления нет совершенно. Я просто хочу выучить другой язык. Например, итальянский. Вот как тебе итальянский? Вот, итальянский обожаю. Я бы безумно хотел говорить на итальянском. Вот, но ничего до этого не делаю. А вот, понимаешь, дело в том, что... На самом деле, на самом деле, я хотел сказать бы сейчас, на самом деле, конечно, делаю, но на самом деле нет, не делаю. Но хотел бы выучить безумно. Федя, ну, понимаешь, дело в том, что изучая итальянский язык, ты уже как бы одной ногой и так постепенно, шаг за шагом приближаешься к итальянской кухне. Я практически уверена, что итальянскую кухню ты любишь и как бы употребляешь. Конечно, конечно. Я люблю итальянскую кухню, я люблю французскую кухню, я люблю японскую кухню. Ну и русскую, конечно, само собой. Но просто, да, я не очень люблю... Дело в том, что я вообще... Сейчас будет срыв по крови, я вообще вегетарианец. Но такая тема, я вообще не пропагандирую, я не люблю об этом, кому-то всем доказывать, что вы должны... Я не такой сумасшедший, нет, я просто для себя. И поэтому совершенно органично, мне никогда особо не нравилось, так сказать, культура очень зависит от того, что пьют, культура еды очень зависит от того, что пьют. Естественно, в пивных странах культура еды очень примитивная. Это, как правило, мясо, картошка, все жареное, чтобы можно было пивом запивать, если мы возьмем все эти страны, Германия и прочее. Что касается итальянской, французской, это винные страны. И совершенно другая культура, совершенно по-другому развивались рецепторы у людей, совершенно по-другому они готовили. Но, конечно, итальянская для меня, наверное, это самый топ. К сожалению, пиццу хорошую на карантине. Я несколько раз пытался заказать пиццу на карантине, каждый раз это было не просто разочарование, а вообще просто полный кошмар. Это было ужасное, холодное. Что мне больше всего нравится? В итальянской кухне. Ну, мне нравятся супы. А, супы. Подожди, неожиданно. Да, но я... Ну, менестронный, менестронный потрясающий суп. Овощной, опять же, что подходит, так сказать. Вот. А веганская паста? Ну, там с брокколи со всеми делами. Веганская паста. Да. Ну, веганы и вегетарианцы немножко разные. Разные. Я просто смеюсь, потому что там в чате просто спросил. Да, я тоже, я вижу. Десять раз объяснял, а он все время задает вопрос. И получается, что он как бы меня троллит этим. Но на самом деле мне несложно отвечать ему каждый раз. Поэтому получается, что и как бы я его троллил. Вот. Такая многоходовочка. Ну, вот. Да нет, на самом деле я люблю, конечно, пасту. И вообще самое вкусное итальянское блюдо, которое в своей жизни ел, это было в Вероне. Спасибо три по два из Румы нашли. Просто лучшую пиццу в городе, там, по оценкам. И она при этом, это полудомашнее было, маленькое место. Вот с коллегами по работе мы тогда пошли перед концертом. Мы там взяли пиццу, которую нам посоветовали. Пять сыров. Обычно привыкли к четырех, а тут пять. Вот. И это ощущение. Я даже не знаю, какие были первые четыре. Это просто делаешь, откусываешь кусок этой пиццы, и все. То есть это одно из самых сильнейших бастрономических впечатлений. В моей жизни. Как это было вообще вкусно. Вот. Ты так рассказываешь, что я сейчас пойду просто готовить, раскатывать два часа ночи вот эту вот пиццу, при том, что я не умею ее делать. А, кстати, вот идея неплохая тоже. Для того, чтобы была пицца горячая, хорошая. Взяли тесто, сходили. Не поленились, пять сыров взяли. Что вы все рассказываете? Ну, мы обычно, когда мы хотим горячую пиццу, когда мы хотим горячую пиццу с пылу, с жару, из духовки, мы идем в магазин, покупаем пиццу в полуфабрикатную, ресторанте, засовываем в духовку. Пять минут, иногда десять, ты достаешь, она просто потрясающая. Но ее надо быстро съесть, иначе потом она превращается вообще в что-то неведомое вообще, чудо-юдо какое-то. Превращается в какой-то сухарь, это превращается все, потому что все знают этот хак, Федя, понимаешь, спасибо тебе большое. Но я тебе хотела вот уже в этом онлайне окрестить мастер лайфхаков. Ты просто упрощаешь нашу жизнь. За любой вопрос у тебя есть просто решение. Это хорошо. Главное, что все протестировано на мне. Все протестировано на мне. И заверено. Это сейчас тоже была такая реклама, что как бы ты выглядишь вроде неплохо, но ты как бы держишься, скажем так. То есть как бы твои годы, ну, в общем, ты не меняешься, да, с течением лет, скажем так. Большой комплимент. Но вот тут вот у меня закрадывается одна маленькая не то что мысль. Все-таки есть такая тема, которую вот мы еще не затронули, понимаешь, которая вот сейчас круто поменяет ход нашего разговора. Мне тут рассказали, нехорошие люди, что вот ты вот уже опробовал новую опцию, в Фейсбуке. Не так давно Марк Цукерберг запустил многооконные вот эти вот чаты. Я бы хотела узнать, как твои впечатления от этих многооконных. Видео-чаты, где мы в Мессенджере общаемся, что ли? Да на самом деле, ну как-то надо выкручиваться, потому что если как бы не общаться с другими людьми, мы забудем этот навык. Будем общаться все только друг с другом. Вот с кем мы живем на карантине, а потом выйдем, другого человека видим, хотим поздороваться, сказать, что это, а уже не можем прям тяжело, навык потерян. Поэтому мы созваниваемся с друзьями в Фейсбуках, в Ватсапах, как бы стараемся как-то поддерживать контакт. Ты имеешь в виду то, что когда ты была с нами в чате, мы баловались тем, что нажимали там какие-то рожи смешные, то да, мы иногда и не чураемся и такого вида юмора, скажем так. Нет, ты знаешь, меня это на самом деле очень сильно, ну во-первых, я была благодарна, что вы вспомнили обо мне, это было так и так неожиданно, я прям пустила слезу в этот момент, но я не обоих. А мы сами сначала, мы когда тебя вспомнили, мы сначала сами плакали. Ты говоришь, пустила слезу. А мы такие, давайте Алису позовем. И все начали плакать слезы, утирались, потом уже только Леня хочет, значит, нажать, пригласить Алису, и опять давай рыдать, мы его успокаиваем. Ну так что да, все это взаимно. Нет, ты просто понимаешь, когда я зашла, представляешь, вот мое удивление, когда я зашла впервые в такие окна, я увидела как бы семь человек абсолютно неузнаваемых. Я не была уверена, что это люди. То есть когда мне просто в 2 часа ночи звонит чат, и там написано, вам звонят как бы, что-то там железный, плюс 12 как бы других каких-то окон, которые, если не виден, я думала, о господи, за мной пришли, это зеленые человечки. То есть первая мысль, потому что только у нас онлайн из своего. И дальше было интересно. Ребята, знаете, я захожу в образе человека, а там это не модно. Там другие тренды. Да. Нет, ну это такое веселье. Это в 2 часа еще рано, по меркам карантина. Вообще, на самом деле, это единственная вещь, может быть, которая мне не нравится. При том, как я живу на карантине, график сбился просто капитально, к сожалению. Потому что засыпаю я совсем поздно, а просыпаюсь еще позже. Как бы это не смешно звучало. То есть сначала мне очень все нравится. Я вообще очень ярко выраженный совай. Я засыпаю. Мое комфортное время – это засыпать в 3, просыпаться в 11. Что-то такое. Я тогда буду себя чувствовать просто прекрасно. Но я засыпаю все позже и позже. И иногда это выходит из-под контроля. Засыпать в 6-7 не очень продуктивно. А тут уже особо обидчиво написали комментарии благодарности. Да не за что. Это был просто скрытый пиар. Это была как бы реклама. Ребята, надо как бы популяризовать то, что происходит на Фейсбуке и везде, во всех социальных сетях. Вы обращайтесь, если что. На самом деле, говоря, это очень удачная тема, потому что мы даже в этих онлайновых окнах обсуждали, насколько не хватает какого-то визуализации этих людей. Потому что телефон, вроде все то же самое. Ты звонишь, общаешься, неважно, в одиночку с кем-то или какой-то чат. Но все равно все как-то так уже смешалось. Хочется именно увидеть этих людей. Хотя бы в таком формате. Потому что хоть какая-то динамика есть. Если бы мы сейчас просто говорили по телефону, согласись, было бы не то. Ну, конечно. Нет. Конечно, я от себя могу сказать, что я стараюсь не терять какого-то общения. В том числе я всегда откликаюсь на какие-то активности. Опять же, мы там какое-то время играем в разные игры. Есть сейчас огромное количество настольных игр, которые перевели свои форматы в онлайн. В частности, игра нежно мною любимая, там, Мажинариум. Она выпустила у них... Даже не надо ничего скачивать, никакого приложения. Просто на сайте заходишь, приглашаешь, скидываешь ссылку, заходят твои друзья, и вы там сидя в чате можете практически имитировать живую встречу посткарантинную. Вот. С приятным времяпрепровождением, да. Вот. Так что, конечно, стараемся. Ну, иначе можно с ума сойти, ну как, два месяца уже сидим. Естественно, естественно. Слушай, Федь, ну вот уже... Потом не узнаем людей. Если по телефону сегодня общаться, потом встретишь человека, там, вот идет Леня Железная, я ему скажу привет, извините, он мне скажет. А вы кто вообще? Как тебя? Да, и что? Да, и что? Слушай, ну, хорошо, вот два месяца сидим. Хорошо, во-первых, это так хорошо прозвучало, два месяца сидим. Какие-то мысли... Домашний арест. Вот. Ну, сейчас, Федь, сейчас будет серьезный вопрос, он правда серьезный. Многие мои друзья уже по прошествии, там, первого месяца говорили, что... Нет, знаешь, вот Алис как бы вот хихоньки-хахоньки, а вот задумываемся вообще о смысле жизни, какая-то переоценка ценностей наступает. Ну, то есть не то, чтобы со знаком минусы с негативом, но вот у тебя вот были какие-то такие вот мысли, ну, глобальные, что все, что было там прожито в реальности, ну, как так, подытожил и понял, что вот это убрать, вот это добавить, вот здесь вот апгрейдить, ну, или что-нибудь в таком духе, или нет? Ты знаешь, раз вопрос серьезный, я тоже постараюсь серьезно ответить. И это сейчас не сарказм. Дело в том, что я вообще считаю, что глобально, вот так мы косвенно коснулись темы Владимира Мартынова вообще как композитора, вообще минимализм в целом. Я думаю, что глобально огромная проблема, которую нашему поколению приходится решать в реальном времени, это нехватка времени на самого себя в том смысле, в правильном смысле, не то, что себе сделать там моднейшую прическу, а я имею в виду о том, чтобы, ну, как-то разобраться в себе, что-то задать себе какие-то вопросы. Это безусловно так, и у нас время очень скоростное, очень много чего отвлекает нас. Вот. И, например, для меня один из таких открытий был, это вообще музыка минималистов, в частности там Мартынов, замечательный произведение там для рояля, соло, которые идут час, например. Это я был на них вживую. Вообще, для меня это своего рода, конечно, созвучно о какой-то медитации, которая просто происходит там в концертном зале, и когда ты слушаешь просто эту музыку, потому что у тебя есть время, допустим, час отмеренной музыкой, но когда ты слушаешь в живом зале, ты не знаешь, сколько это еще продлится, да? В которой звучит музыка, в которой мало что происходит, скажем так, откровенно. По законам, как бы, какие-то, по законам, скажем, традиционной, там, романтической музыки, в этой музыке мало что происходит, там может звучать одна гармония на протяжении 10 минут, потом появится одна новая нота и меняется буквально весь мир твой, да, который был до этого. Но тем не менее, она настраивает разные гармонии, настраивает тебя на определенное настроение и погружает тебя в определенное состояние, в котором ты в наше безумное довольно время, с точки зрения скорости жизни, ты можешь пытаться побыть наедине с собой. Это для меня всегда было важно. Ты можешь обратиться к каким-то вещам, которые тебя волнуют, и попытаться найти сам себе какой-то выход из каких-то вещей. Вот. И в этом смысле, карантин – это, конечно, логичное продолжение этого всего, потому что впервые, я думаю, у очень многих людей, ну, не впервые, но вообще, как бы, это безумно редкая возможность в наше время, когда тебя ничего не требуют, когда ты сам себе предоставлен, ты можешь действительно многое переосмыслить, многое поставить на новые какие-то вещи, какие-то полочки с ценностями, там, и прочее, действительно. Потому что у нас такой век, что слишком много отвлекает всего. Да, то есть, когда мы берем какой-нибудь какой-нибудь телефон, да, ну, я не хочу показаться сейчас каким-то противником технологий, нет, но это все равно безумно отвлекающий фактор. Я думаю, что никогда в человечестве не было такой ситуации, при которой у человека всегда в кармане доступен не только обучающий, но и развлекательный контент, перенасыщение информации. Я думаю, что я говорю какие-то очевидные вещи для всех, но просто я всегда чувствовал, что мне даже было в какие-то периоды как-то намного сложнее вот сказать себе стоп в какие-то моменты и вот что-то успокоиться, никуда-то не бежать, что-то не делать. И очень важно было для меня такие минуты единения или часы там, когда я мог о чем-то подумать. Мне в этом часто помогала и музыка, и вообще какой-то даже походы в те же самые музеи, о которых мы говорили, да. Вообще искусство так или иначе заставляет задуматься о вещах не мелких, не мелочных, а каких-то более важных и, наверное, единственно важных. И карантин, конечно, и это, да. Извините, что я тебя немножко перебью. Просто мне интересно, как бы сама вот эта вот медитация, как бы поиск баланса внутри себя. Может быть, это как-то связано, я не знаю, ты уже затронул тему Востока, тему, не знаю, буддизма, в известной степени. Просто вот мне эта религия, ну, понятно, что я как бы православный человек, я не знаю, могу ли я вообще такими категориями рассуждать, но, наверное, я могу, потому что религии мира, да, разные существуют, разные подходы. Вот мне подход все-таки буддистов очень-очень близок. Это очень интересно в этом копать. То есть как бы я просто поняла, что вот этот застой, вот эта вот энергия как бы, да, вот, ну, пустоты, да, потому что люди их колбасит, они привыкли бежать. Вот то, что ты сейчас озвучил, что как бы в любой момент времени весь мир в кармане, да, в виде гаджета, а сейчас он вроде и остался, этот гаджет, но кому же он уже нужен спустя два месяца, да, и как бы человек, он просто там садится, медитирует, неважно, у каждого свои лайфхаки. Вот был ли момент сейчас на самоизоляции, когда, ну, я не знаю, в том или ином виде ты пытался вот обрести в этой, там, не знаю, тишине или там пустоте какой-то баланс внутри себя посредством какой-то релаксации. Вот вопрос именно такой. Ну, ты знаешь, я вот так, чтобы специально ничего не делал. У меня, я вообще не большой, скажем так, не фанат, но я не чувствую привязанность к каким-то ритуалам, что вот, чтобы, знаешь, что-то мне сейчас о чем-то подумать, мне нужно сажать ароматическую свечку, там поставить ситар, который будет там играть, и я буду сидеть и о чем-то думать. Нет, мне кажется, что вообще у всех людей мне кажется, процесс осознания каких-то вещей, он идет пассивно. В пассивном режиме он где-то там в голове крутится, просто в какой-то момент нам необходимо выхватывать какие-то важные вещи. Вот. И так, чтобы я специально садился, что-то делал, нет. Вот. Иногда я просто чувствую какое-то состояние, ну, кстати, на карантине у меня такого не было. То есть я просто, в принципе, чувствую вот эту остановку, что вот мы куда-то ехали на грузовике и срезались там в стену. Раз, все, мы остановились. Мы сейчас как-то ходим, так немножко другие. Ну, может быть, я преувеличиваю или романтизирую это, но мне так кажется. И то же самое касается вот именно если твоего вопроса касаться, то на карантине у меня такого не было. А вот как раз вообще, в принципе, я довольно часто чувствую какое-то настроение и мне вот нужно в этот момент уйти в себя немножечко. Это не то, что выглядит, что я там отключился и все, у меня нет. Нет, но я могу действительно это часто связано с поездками там длительными на автобусах, с перелетами и вообще с каким-то одиноким. Ну, потому что, мне кажется, любой человек, любому человеку необходимо какое-то время там быть одному, да? Имею-то не глобально, вот там несколько часов даже буквально в день. Ну, понятно. Это очень важно, да? Да, да. После какой-то, да. Вот. Так что вот в этом смысле я думаю, карантин многим людям может помочь и мне тоже помог. А вот ты знаешь, я, кстати, когда тут за меня переживали люди, что я как бы сама нахожусь на самоизоляции все это время, ну, то есть как бы чтобы просто проверять как бы жива-нежива, адекватно-неадекватно, да, это из этого разряда. Ну, понятно, это все ясно. Я обратилась, знаешь, к какому лайфхаку? Очень интересно. Я попыталась вспомнить, как было в детстве. То есть, понятно, ну, разница на лицо, мы могли выходить, играть как бы на улице, бегать, все что угодно. Вот я, например, очень любила играть в бадминтон там, с папой, всегда у нас такой вот был как бы лайфхак. Но, тем не менее, тогда не было гаджетов, не было такой привязанности. Вот чем был занят мозг, ну, не то, что даже занять. Понятно, что дети – это дети, взрослые – это взрослые. Ну, вот что было для нас таким, вот знаешь, в известной степени якорем, да, вот в этой любой ситуации? Ведь мы там тоже были предоставлены сами себе, никто там особо ни на что не заморачивался, и одни сидели, и чего только не было. Вот. И я стала вспоминать, и я вот как-то для себя решила, что, ну, не знаю, вот если тебе есть чем дома заняться, вот просто все что угодно, что хочешь, то и делай. Вот у тебя должно быть какое-то расписание минимальное, ну, как в детстве, да, наверное, как-то так. Вот у тебя были какие-то лайфхаки из детства? Может быть, там, я не знаю, вы достали настольные игры реальные, ну, потому что, опять же, вы вдвоем сидите, как бы у вас немножко ситуация другая. Ну, что-то такое, то, что, знаешь, не последний нофонлайн, то, что не надо заряжать, там, не то, что в розетку, ничего из этого. Ты знаешь, я как бы специально не вспоминал, как ты, какие-то детские вещи. Вообще, в детстве у меня гораздо лучше работала фантазия. То есть, у меня можно было оставить одного, я сам фантазировал, чем я буду заниматься. Я мог взять, там, две палки, изображать рыцаря с братом, да. Бадминтон я не очень любил играть. Вот, кстати, вот брат подключился, я ему всегда проигрывал бадминтон и сразу не любил играть вообще моментально. После двух игр все это табу. Ну, как-то в детстве это болезненно оказалось, потому что одно дело проиграть в равной борьбе, да, а другое дело проигрывать в пух и прах, например, да. Почему-то у меня в детстве это так было. Что касается того, чем занимались на карантине, ну, например, мы даже играли в карты, например, такие настоящие, не компьютерные, в детстве в двух сижатах. О, классно. А во что играли? Какие просто дурачка? 36 карт, например, да. Вот, да, да, ну, какие-то самые простые вещи, ну, просто как-то как-то пытались, ну, да, чтобы не все время пялиться в экраны. Ну, я, например, не чувствовал того, что моя жизнь сильно изменилась во всем, что происходит дома. То есть я точно так же занимаюсь на скрипке, почему-то на карантине мне явственно стало как-то понятно, что мне не нужно самого себя заставлять для того, что ты делаешь. Мне просто нравится. Просто когда у тебя много работы или еще чего-то такого, то не всегда есть прямо какое-то искреннее там, да, желание там взять или прям страсть какая-то к тому, чтобы делать что-то на инструменте. То есть, когда ты, да, лучший будет репертуар, концерт одно дело. Но если ничего нет, то так просто тяжелее себя заставлять. Но сейчас я как бы себя прекрасно ощущаю, беру скрипку, мне очень нравится. Вот. Хотя был период, конечно, апатии полной. Вот я первые две недели я что-то там записывал, что-то играл, там изучал. Потому что было ощущение, что вот сейчас это все закончится, и ну как-то надо себя в форме держать. Потом, когда раз объявили там до мая, потом я кто-то уже сказал, что это середина мая, и я вдруг что-то понял, что все надолго, я там какое-то количество дней лежал просто, не было никаких душевных, физических сил заставить что-то делать, а не в профессиональном смысле. Но потом как-то это само вот стало, соскучился там за несколько дней. Сейчас как бы вот. Тут Алена подсказала, что какой-то Codenames, да, что это такое Codenames? Да, замечательная настольная игра. Замечательная настольная игра. Codenames, топ. Ну, Федя, как бы подытожив немножко как бы все, что мы с тобой только что вот за эти полтора часа рассказали друг другу. Значит, после лофта идем в итальянский ресторан на автопате. Играть с тобой в бадминтон я не буду, потому что ты точно мне проиграешь и ты расстроишься. Да. Вот. То, что касается занятий... Я постараюсь не плакать. Ну, ну, а я постараюсь как бы в федерации. Вот. Короче говоря, слушай, на самом деле, то, что касается занятий, просто опустила сейчас слезу, потому что, ну, абсолютно правда. Ну, тут на самом деле можно смеяться, можно не смеяться, но правда, правда. Когда мы думали, что это быстрее закончится и больше как-то шли занятия, потом на каком-то этапе, ну, уже истощение происходит организма и невозможно, да, вот сидеть и просто работать в кусту. Ну, я это называю просто работа в стол. Да, продолжаем заниматься, но, вяло, текущий процесс, он как-то такой, какой-то ущербный немножко. Ну, что значит ущербный? Ну, все одно зависит. Я вот могу рекомендовать только как, я думаю, ты сама понимаешь, что надо, вот уж на карантине та ситуация, когда надо действительно играть то, что тебе интересно и то, что ты реально любишь. Вот я стараюсь играть только музыку, которую я реально хочу выучить, например, которую я никогда не играл. Вот, я стараюсь вспоминать какой-то репертуар, который я действительно люблю всем сердцем прямо здесь и сейчас. Я так-то много чего люблю, но не всегда каждый день, да, я люблю всех композиторов. Ну, вот прямо сейчас есть какое-то желание что-то сыграть? То есть, когда ты присоставлен немножко сам себе, вот, у тебя нет каких-то дальнейших супер-концертных планов расписанного сезона, когда ты должен вот это, это, это выучить, сейчас прекрасное время для того, чтобы, когда тебе нравится музыка, тебе как-то вяло-текущий процесс, не вяло-текущий, ну, ты просто получаешь удовольствие, а в конце концов это вообще не единственное, что-то имеет значение, когда мы играем на музыкальных инструментах. Да, слушай, кстати говоря, компрометирующий вопрос, который как-то хотел, когда у нас была такая музыкальная тема затронута, забыла, честно сказать. А вот, как камерный игрок, совершенно не сравнивать, ну, вот вещь, которую нельзя сравнивать, но задам этот вопрос компрометирующий, струнный квартет или все-таки камерный в составе с хорпиона? Я выбираю и то, и то. Да нет, ну так я сделаю. Это главный приз. Вот, но нет, ну, смотри, я сначала хочу еще раз прояснить, что такое для меня камерная музыка. Это в первую очередь общение с музыкантами, со-творчество, и в этом смысле глобально для меня нет разницы трио, это струнный квартет, квинтет, секстет, если это люди, которые мне интересны, которых я люблю, которые мне нравятся, и, надеюсь, я им тоже, вот, то это вообще не имеет значения, потому что камерная музыка, она... Федя, вас как закодировали, Кирилл мне то же самое говорил, понимаешь, это какая-то у вас виртуозная мантра просто. Вот, нет, нет, но касаемо конкретного вопроса, это просто разные виды деятельности, я скажу так, все-таки фортепианное трио. Я вообще фанат трио, всю жизнь играл трио, и как бы... Ну, мы помним ваши перфункции с Арсением, да, как бы у вас там был пианистик. Я бы выберу, наверное, фортепианное трио, хотя квартет, квартет, например, струнный, это, безусловно, вершина камерного сочинительства, потому что везде, для каждого состава есть гениальная музыка, да, но в струнном квартете концентрации, количества гениальной музыки, конечно, больше, чем у всех, да, потому что это полноценный, ну не полноценный, все полноценные составы, да, но это вещь в себе такая, которая просто и сама музыка, и когда играют здорово, и играть, это очень приятно, но это совершенно другой, не другой уровень, скажу, но это другое, и это другая специфика, и, конечно, это вершина, наверное, камерного музицированного, но я очень люблю ансамбль с роялем, я вообще уважаю квинтеты, и три, ну три, про три уже сказал, три, на мой взгляд, это просто наиболее такой, наименее, может быть, это такой, да, ансамбль, где каждый может себя проявить немножко как солист, что меня очень импонирует, то есть не все время жертвенность, да, когда мы играем, говорим о струнном квартете, это почти всегда жертвенность, то есть очень часто должен взвертывать с собой ради звучания общего и прочего, ну, какими-то своими привычными тебе приемами, там, и прочими техническими вещами, вот, но, когда мы говорим, о жертвенности, нет, безусловно, первый скрипач в квартете, он все равно не может себе позволить, грубо говоря, творить, что он хочет, да, потому что есть общее звучание, есть общая гармония и прочее, ты не можешь сесть, там, ну, как бы, какой-нибудь очень яркий солист, я не знаю, возьму какого-нибудь и в Ригитлиса, но невозможно его представить первый скриптный квартет, невозможно, он слишком харизматичный, или надо найти четырех и в Ригитлисов, и они будут играть все в ознобой, но это будет дико ярко и дико талантливо, но ты не можешь просто посадить его первый скриптный квартет, и будет звучать квартет, поэтому отчасти, если ты обращаешь на это внимание и понимаешь, естественно, как человек, который занимается каменной музыкой, то на всяких фестивалях сборных, типа Вербье, Рысанов, и не играет квартет, играет квинтет, играет триу, потому что квартет это совершенно другая специфика, там больше всего жертвенности, жертвенности своими какими-то амбициями, я имею в виду и музыкальными, и стилевыми, вот, это всегда компромисс, вот, и в отличие от Ты молодец, потому что вот такой вот мультитаскинг даже в камерной музыке, да, я понимаю, в чем разница, безусловно, и как бы мне не суждено никогда сыграть в составе струнного квартета, но я понимаю, Федь, правда, и как бы я... Ну, сейчас карантин, если продлят еще, в принципе, на полтора года, ты можешь освоить какой-то инструмент. Какой? Как ты думаешь, что мне подойдет из струнного? Из струнного, ну, хочешь сказать, порекомендует, ну, да, но, вот, да нет, на самом деле, ну, попробуй скрипку или вилончель, что тебе больше нравится? Я бы выбирал вилончель, потому что, рекомендую вилончель, потому что через какое-то время ты уже сможешь сыграть, в принципе, 104 квартета гайд, на вилончелье. Там не такая сложная квартия. Потому что просто нечего играть. Ну, теперь я знаю, какого ты мнения о моем, как бы, божьем даровании, поэтому у меня последний к тебе вопрос. Не, просто времени мало. Не-не, Федь, ты не волнуйся, я совершенно не обидчивый человек, поговорим, говорим, в офлане. Вот. С битыми руками. Скажи мне честно. Да, ну, это потом, это когда мы уже выйдем. Скажи честно, вот что первое, что ты сделаешь вот на выходе самоизоляции? Или несколько опций? Топ-3 твоих желаний. Ты знаешь, еще недавно у меня был готов 300-процентный ответ на этот вопрос. Я поменяю волос на своих обоих смычках. Вот, потому что в какой-то момент ими играть, ими играть было просто невозможно. Это было мучение. Ну, там просто ничего не осталось. Все, что осталось, было настолько старым и потрепанным временем. Вот, но это я уже осуществил. Вот. Что я сделаю первое, когда выйду из карантина? Ты знаешь, я на самом деле даже не могу, ну, мне сложно сказать, у меня нет каких-то таких чаяний, типа, или топ-3 какой-то составить. Ну, безусловно, повстречаться, повстречаться оффлайн с людьми будет приятно. Вот. Съездить, наверное, к своей маме, которая живет в другом месте. Вот. И топ-3. Ну, в основном, это все завязано на встрече с людьми. Мне вот тут всего хватает в плане, я имею в виду, в плане каких-то вещей, тем более, такие доставки, то есть, чтобы что-то купить, пойти, мне вообще такого нет, да? Вот. Мне не хватает живой энергетики, вот, от встречи, живого контакта какого-то. А пройти просто прогуляться не вокруг дома, а, например, в парк, нет у тебя таких амбиций? Я вообще небольшой фанат парковых гуляний, честно скажу. Ну, может быть, это... Да, я не фанатею от того, что вот непременно надо пойти там в парк, походить по дорожкам, послушать шум леса и берез. Нет, это я, конечно, все это люблю, но не так, чтобы я сидел, что я думал, вот первое, куда пойду, и там в нескучный сад и буду ходить там целый день, вот. Нет, но пройтись, конечно, приятно. Вот опять же, когда вот я ездил и делал дела, мы еще встретились с парой ребят, и мы как раз прошлись по центру, по бульварному кольцу, вот, не по самим бульварам, а вот там, естественно, там, где можно ходить, по асфальтовым дорожкам, по плитке, вот, и там мы уже ходили, гуляли, вот, и это было очень приятно, скажу честно, вообще, мы ходили 4 часа, наверное, у меня устали ноги с непривычки, потому что тут так, наверное, за 2 месяца я находил, вот, в сумме, сидит дома, вот, ну, в любом случае, как бы, вот какое-то связанное с прогулками в центре, я очень люблю центр Москвы, и какое-то, в первую очередь, живое общение, это то, чего мне больше всего не хватает, вот, я понял, что... Петя тоже не хватает общения, потому что, смотри, он напишет, ты думаешь, Собянин слушает эфир, нет, на самом деле, Петь, я так не думаю, мне кажется, не того, что ты слушаешь наш эфир, это уже достаточно, этого достаточно. Ну хорошо, Федя, не будем, как бы, троллить Петю, потому что Петя очень старается, на самом деле, и мы все... Я сдержался, я сдержался. Да. Вот. Всем спасибо большое, да, я так понимаю, за то, что слушали. Я думаю, что да, но мы должны поблагодарить людей за то, что они выдержали. Да, нет, я так понимаю, что конец, у меня просто нет полу счетчика, там, сколько секунд, там, осталось, сколько минут, но я так понял, что да. У меня тоже, у меня тоже нет счетчика, но у меня есть совесть, я просто понимаю, что у тебя есть какие-то другие дела. Вот, ну, нет, на самом деле, очень приятно было пообщаться, спасибо большое, что пригласила, вот, спасибо всем, кто слушал, вот, нашу беседу, вот, было очень приятно. Да, по локте, короче говоря, Федю Безносикова, вот, и, как бы, лайкайте наши Мидная Тлофт онлайна, видите, мы приглашаем разных людей, они очень позитивные, что, как бы, очень радостно сейчас такое время, да? Ну, а куда вообще по жизни, или ты позитивный, или ты, или все плохо. Это единственное, что ему спасает, особенно, чем более... Да. Все равно, когда, чем сложнее ситуация, тем, скажем так, радикальный юмор спасает. Вообще, во все времена, я знаю всякие истории, там, про военное время, и про даже трагические вещи, как юмор помогал преодолевать глубокие переживания людей. Поэтому я вообще всегда за эти. Федя, ты знаешь, я вот, на самом деле, эти окна открыла не для чего-то там иного. Вот, изначально, когда только началась самоизоляция, цель была какая-то сначала, ну, такая вот, на каком-то глубинном уровне, но, на самом деле, я поняла, это вот поддержание духа. То есть, когда даже еще не было гостей, в этих окнах, просто я сама выходила дважды в день. То есть, я выходила 12 дней в 12 ночи. И с каждой 12 часов у меня был такой мониторинг. На самом деле, это спасло и меня. То есть, как это не парадоксально, да, вот, ну, в такой ситуации странной, непонятно, что делать, и вот, как бы, я приняла решение просто работать, продолжать в таком же ритме, да, потом отворился один эфир, и появились эти окна. Я поняла, что это, на самом деле, классное решение, хорошая такая терапия для людей, поэтому мы так много сегодня играли в эфире и дали людям вот эту музыку. Да, мы дали сегодня другую музыку. Я шучу, я шучу, конечно. Нет, ты права, ты права, безусловно. Да. Ну, хорошо, тогда добрых снов. Вот, сегодняшний твой эфир закрыл наш сезон сериала Midnight Loft Online. А, да, то есть, это конец сезона? Это конец сезона. Ничего себе, я попал в финал сезона, да. Развязка, какой-то, получается, должен быть клиффхенгер, чтобы людям было интересно смотреть второй сезон. И сейчас должна сказать, а первым гостем второго сезона у нас будет и тут черный край. Да, но я сегодня не буду спойлерить, кто же будет первым участником пятого сезона, но кто-то, наверное, будет, а может быть, и на этом и зашло. Посмотрим, проведем голосование онлайн, все, как вы любите, ребята. Ладно, все, тогда спокойной ночи, Федя, пока-пока. Спасибо большое, спасибо всем. Спасибо тебе, да, пока. Пока. Ну и остается, как обычно, такое легкое послесловие. Поблагодарить вас еще раз, что вы терпите меня в сети, вот, что вы лайкаете наши эфиры замечательными гостями, талантливые, позитивные. Сейчас. Нужно закончить сначала эфир, а потом уже принимать звонки. Всем пока-пока и до новых встреч в Midnight Loft Online.